Сегодня у нас с премьер-министром Белоруссии Михаилом Владимировичем состоялась достаточно плодотворная, полезная, конструктивная беседа. В расширенном составе с приездом достаточно большой делегации были обсуждены конкретные перспективы совместной работы. У нас Белоруссия является надежным торговым партнером, дружественной страной, надежным другом. Я думаю, что те вопросы, которые мы обговорили в различных сферах экономики, это в области нефтехимии, машиностроения, автомобилестроения, тракторостроения, строительной индустрии. Все эти вопросы в сельском хозяйстве, все эти вопросы отразятся на тех соглашениях, меморандумах, которые будут подписаны в рамках официального визита Михаила Владимировича. Я думаю, что наши узы, дружбы, взаимное уважение и стремление к более широкому торгово-экономическому трудностям будет иметь место не только в этих документах, но и в наших стремлениях. Спасибо. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, уважаемые Сергей Михайлович, я полагаю, что те договоренности, которые достигнуты и в рамках Германии прав комиссии, и сегодня под руководством премьер-министра, реально открывают новый этап нашего двустороннего сотрудничества, инвестиционного сотрудничества. И мы договорились о том, что мы будем создавать и как будем создавать, и какие конкретно заводы. В области машиностроения, сельского хозяйства, это реальные химии, большой химии, и это реальные проекты, которые будут реализованы буквально в ближайшие год-два. Я полагаю, что все это отвечает тем договоренностям, которые были достигнуты на уровне наших президентов, уважаемого Назарбаева и Александра Григорьевича Лукашенко. Работа, конечно, очень непростая, работа достаточно сложная, во многом неизвестная, но с учетом наших отношений, наших доверительных отношений, то, что у нас все вопросы решаются открыто, по-партнерски, я думаю, мы справимся с поставленными задачами. Я хотел бы отметить, что мы выходим не просто на какие-то отдельно взятые, а на системные проекты, которые тянут за собой вопросы по полному технологическому циклу. Научное обеспечение, подготовка соответствующих кадров, производство, сервис и также соответствующее финансовое обеспечение. Я думаю, что мы однозначно эти вопросы решим, мы выстраиваем своего рода дорожную карту и договорились о системных контактах, которые будут способствовать тому, чтобы решать вопросы, которые где-то находятся в сложном состоянии и, безусловно, обеспечивать должный контроль за реализацией этих проектов. В формате Таможенного союза у нас сейчас складывается торговое отношение. Какая динамика здесь существует между Казахстаном и Белоруссией? Работа в Таможенном союзе помогает, либо создает какие-то здесь препятствия? И второй момент, что непосредственно касается наших совместных проектов, вы не могли бы определить какой-то приоритет, если какое-то приоритетное направление на сегодняшний день, конкретно это промышленность, может быть, сельское хозяйство? И если все-таки существуют какие-то проблемы, вот в чем они, на ваш взгляд, сегодня заключаются? Я должен отметить, что, несмотря на высокую уже базу на уровень торгово-экономического сотрудничества, это около 800 миллиардов долларов, а мы ставим задачу выйти в самый ближайший год-два больше, чем на 1 миллиард. Мы в этом году приросли уже по товарообороту на 17 процентов. Во многом, за 9 месяцев, во многом этому способствует то, что созданы соответствующие условия в рамках Таможенного союза, и действительно у нас нет никаких преград во взаимной торговле, у нас полностью согласованы торговые режимы, мы, конечно, решаем и иные задачи для того, чтобы гармонизировать полностью наше законодательство, и в ближайшее время будут подписаны еще дополнительные соглашения. Таким образом, здесь у нас нет никаких препятствий. Есть один нюанс, на который я хотел бы обратить внимание, и о чем мы договорились с премьер-министром Казахстана, в связи с тем, что Республика Казахстан ведет достаточно активно работу по вступлению во Всемирную торговую организацию. И мы договорились о том, что белорусская сторона будет в курсе тех переговоров, которые ведутся казахстанской стороной, потому что мы должны также знать и чувствовать, и работать, может быть, даже где-то на упреждении, в связи с тем, что партнер по таможенному союзу в ближайшее время может быть членом ВТО. Те проекты, о которых я говорил во своем вступительном слове, стали также во многом возможны благодаря единому экономическому пространству Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. Потому что многие из этих проектов имели бы определенные трудности в реализации, особенно в реализации продукции на этих предприятиях совместных, если бы это были иные торговые режимы, а не режимы, которые отработаны в рамках ЕЭПа. Поэтому вот здесь это второй плюс, который говорит, что мы можем реально говорить о серьезных проектах инвестиционной и, я бы сказал, даже инновационной направленности. Проектов будущего. Проектов будущего. Какие это проекты? Я думаю, что знаковым таким проектом будет у нас проект в области большой химии. Казахстан планирует осуществлять диверсификацию своих капиталов, своих производств, и организация большого современного акционерного общества на базе Могилевых химволокнов, а проект оценивается около 1 миллиарда долларов, позволит серьезно улучшить экономику и Казахстана, и Белоруссии, и работать на рынках третьих государств. Это будет крупный евразийский такой проект, который будет ориентирован для работы не только на внутренних рынках ЕЭПа, но и на рынках третьих стран. Мы уходим от примитивной сборки, и будут создаваться соответствующие предприятия, мощности, это заводы фактически, по производству карьерных самосвалов, автомобилей, корма и зерноуборочных комбайнов, тракторов. Мы передаем соответствующие технологии, передаем документацию, и также будем обеспечивать поддержку соответствующими финансовыми потоками. Мы переходим от общего декларирования необходимости инвестиционного сотрудничества к конкретным проектам, которые потянут за собой и многие-многие другие. Сергей Книгметович, скажите, пожалуйста, господин Мясникович уже говорил о товарообороте. По итогам этого года ожидается, что он достигнет отметки в 1 миллиард, но, как известно, главы государства поставили нам задачу довести этот показатель до 3 миллиардов в ближайшей перспективе. Какие еще необходимые шаги предпринять, чтобы настолько активизировать торгово-экономические отношения наших стран? В мае месяце, как вам известно, состоялся визит главы нашего государства, Мустана Обещаназарбаев, в Белоруссию, где главы и Белоруссии, и Казахстана по итогам визита договорились о дальнейшем расширении, углублении сотрудничества во всех сферах. В первую очередь, конечно, это торгово-экономическим. Я думаю, что и визит Михаила Владимировича, и нашей встречи, которые идут в эти дни, как раз в развитии тех договоренностей. Михаил Владимирович уже сказал, что и вопрос был задан, что таможенный союз, единое экономическое пространство, также вступление России в ВТО и предстоящее вступление Казахстана в ВТО, конечно же, вносит коррективы в торгово-экономические отношения между нашими странами, особенно партнерами, ближайшими партнерами, куда входит, конечно же, и Белоруссия. И тот товарооборот, который между нами порядка 800 миллионов, конечно же, для имеющегося потенциала у наших стран, конечно же, он недостаточен. Поэтому и поставлена задача правительством обеих стран довести в ближайшее время до миллиарда, в дальнейшем увеличивать, если не в два, так в три раза. Для этого есть возможности, и те договоренности, которые у нас есть, мы подписали план совместных действий, так называемая карта, дорожная карта на ближайшие два-три года, в рамках которых будут реализовываться те проекты, о которых говорил и премьер-министр Белоруссии, и наш бизнес. Я думаю, те проекты, которые озвучил Михаил Владимирович, это в области нефтехимии, в области сельхоз, машиностроения, создание совместных предприятий, создание условий и соответствующего инвест-климата для создания предприятий и на территории Казахстана, и на территории Белоруссии будут этому способствовать. Я вам скажу, что уже пять совместных предприятий казахстанско-белорусских вошли в индустриальную карту индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, которые будут пользоваться всеми мерами поддержки со стороны государства. Те интересные предприятия, я думаю, что примером может в ближайшее время послужить предприятие совместное Каз-БелАЗ. Я думаю, что потенциал есть, и те цифры, которые озвучили главы наших государств в товарообороте, они реальны. Спасибо.